И к другим темам. В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга состоялся общегородской молебен святым царственным страстотерпцем о даровании христианского супружества и устроении семейной жизни. Он был совершен в день, когда в 1894 году венчались наследник престола Николай Александрович и будущая императрица Александра Федоровна. Общеепархиальный молебен святым покровителям семьи традиционно совершается в главном храме Северной столицы, в соборе Казанской иконы Божьей Матери. И в нынешний год столетия трагических событий 1917-го впервые посвящен святому браку Николая и Александры, сохранившим свои чувства вопреки всем испытаниям и невзгодам. Радуйся, наследничай, лишение царства земного со смирением предельный. Радуйся, страстотерший царств и невестный от Бога достоинный. Несмотря на высоту положения в государстве и в обществе, императорская семья вела вполне простую жизнь. Своих детей супруги также воспитывали в атмосфере доброты, дисциплины, любви к ближнему и к родине. Они получали очень строгое воспитание. У них не было ничего лишнего. Их не баловали излишествами. Они никуда не стремились убежать из родного дома, как это бывает сейчас с нашими детьми. Кров родительский и семья были для них очень дороги. Мы сегодня обращаемся, предстоим пред Богом, обращаемся к святым царственным страстотерпцам, чтобы они помолились о том важнейшем, что в нашей жизни происходит, о наших семьях, о создании семьи, а у тех, у кого уже есть семья, об устроении, христианском устроении семейной жизни. И в их лице мы видим такой образец. Молебен перед иконой святым царственным страстотерпцам был активно поддержан в социальных сетях и стал итогом большой молодежной акции «Романовские дни», посвященной столетию революции. В эту акцию включается несколько мероприятий. Была поездка молодежи по местам, связанным с царской семьей в царское село. Также проводился молодежный квест по царским местам Санкт-Петербурга. Городской фотоконкурс о небесных покровителях Петербурга «Твой святой» в этом году тоже был посвящен императорской семье. Два месяца подряд плакаты с изображениями всех членов семьи Романовых можно было увидеть на различных улицах северной столицы. Итоги проекта также подвели в Казанском соборе. Одним из заданий было найти этот баннер в пространстве Петербурга и сделать фотографию с ним, которая бы показывала, как этот баннер живет в пространстве города, или сделать селфи на фоне этого плаката. Вот, кстати, Илья Носков записал замечательный ролик, который был размещен в соцсетях, как раз на фоне одного из этих баннеров, с призывом и приглашением прийти 27 числа в Казанский собор на общегородской молебен. Поэтому мы очень рады, что вот этот проект «Твой святой», что вот эти акции, все они сложились вот в такую нашу дань памяти святым царственным страстотерпцам. В совместной молитве в соборе приняли участие около полутора тысяч верующих. Среди них молодые супруги Аверьяновы делятся секретами о том, как молодым людям встретить друг друга. Я бы хотелось приходить в институт семьи даже не в качестве рекламы, а просто потому, что таким способом мы с Сашей познакомились. Ну да. Можно приходить, пока еще сложно пригласить на свидание или еще что-то. Просто приходить, общаться на мероприятиях и узнавать друг друга. Это здорово. Здесь это весело, легко, и после этого хочется продолжать встречаться.